Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я, ее ведущая. Ирвин Шоу. Медаль из Иерусалима. Рассказ. Меня мучает вопрос. Мой джаз настоящий или европейский? Шнейдер стоял, прислонившись к стойке бара ресторана «Патио» между Тель-Авивом и Яффа, и говорил с лейтенантом Митчеллом Ганнисоном, грустно и чуть лукаво улыбаясь, иногда касаясь пальцами рукава лейтенанта. «Для Палестины все сойдет, но что бы сказали о моем джазе в Америке?» «Что ж», — веско произнес Митчелл, — «сказали бы, что это самый настоящий джаз». Лейтенант был молод, но говорил медленно, основательно обдумывая ответ. «Вы даже не представляете, как ваши слова меня вдохновляют?» вздохнул Шнейдер. «Я, конечно, слушаю записи, но это все старье, и никто не знает, что сейчас делается в Америке, а ведь только там вам не о чем волноваться», — сказал Митчелл. «В Америке вы станете сенсацией». «Если когда-нибудь туда попаду», — грустно улыбнулся Шнейдер, «обязательно приходите завтра. Я работаю над новой композицией с ударником. Румба в венском стиле. Звучит нелепо, но, надеюсь, вам понравится». «Прошу прощения», — сказал Митчелл. «Завтра меня здесь уже не будет. Утром отбываю». Отпуск закончился. Возникла пауза. Шнейдер опустил глаза на стойку бара, высукивая пальцами мелодию на пивном бокале. «Еще немного войны?» — спросил он. И Митчелл мрачно кивнул. «Вы, конечно, летаете», — сказал Шнейдер. «Не хочу выведывать военные секреты, но нашивка с крыльями». «Я штурман», — улыбнулся ему Митчелл. «Должно быть интересная профессия. Измерять расстояние от звезды до звезды». Шнейдер медленно допил пиво. «Что ж, шалом алейхам! Это пожелание удачи. Точнее, мир вам!» «Благодарю вас», — сказал Митчелл и обратился к бармену. «Мистер Абрамс, пожалуйста, еще одно пиво для мистера Шнейдера». «Нет-нет», — замахал руками Шнейдер. «Артист не должен пить перед выступлением. После — это другое дело». Он вдруг глубоко поклонился. «Наше глубокое почтение, Фрой Лайн». Митчелл обернулся. Там стояла Руфь. Она, видимо, спешила и поэтому немного запыхалась, но улыбалась и была особенно хороша в своем легком хлопчатобумажном платье с кожей темной от солнца. Глаза светились радостью от встречи. «Я боялась, что ты рассердишься и уйдешь». Она подошла к нему и взяла за руку. «И не думал уходить?» — сказал Митчелл. «Во всяком случае, до тех пор, пока меня не выкинули бы отсюда и не захлопнули за мной дверь». «Я очень рада». Руфь засмеялась и сжала его руку. «Ужасно рада». «Полагаю, мое дальнейшее присутствие необязательно», — с поклоном сказал Шнейдер. «Тысяча благодарностей за пиво, лейтенант. Пора за рояль, пока господин Амбранс не начал задумываться, стою ли я его денег. Прислушайтесь к моей звездной пыли, если вас не утомит». «Будем слушать очень внимательно», — сказал Митчелл. Шнейдер вышел. Из коротобара долетели беглые вступительные гаммы и обрывки мелодий. «Так», — Руфь весело глядела на Митчелла с выражением собственника. «Чем мы занимались весь день?» «Ну», — начал Митчелл, — «мы...» «Ты самый красивый лейтенант в американской армии», — Руфь рассмеялась. «Мы плавали», — он смутился и сделал вид, будто она ничего не сказала. «Потом крутились на пляже. Совершили несколько боевых вылетов в бар на джинн с грибфрутовым соком». «Правда, у нас классные грибфруты?» — патриотично спросила Руфь. «Потрясающие», — ответил Митчелл. «В Америке нет ничего подобного. Ты ужасный врун!» Руфь наклонилась к нему и легонько поцеловала. «Там был летчик из Англии, из восьмой бригады», — сказал Митчелл. «Рассказал, как жарко пришлось над Вильмсом Хахеном. Мы в ответ наврали про Плоиште, а потом побрились и пошли на свидание». «У тебя такое славное лицо, тонкое», — Руфь рассматривала линию его подбородка. «Ты такой красивый, прямо как английский лейтенант. Не люблю англичан, но из всех армий у них самые красивые лейтенанты». «Наших красивых мы отправили на Тихий океан», — сказал Митчелл. «Нагводал канал. Мы их придерживаем для американских женщин». Руфь помахала бармену, чтобы тот принес что-нибудь выпить. «Была сегодня в Иерусалиме. Сказала шефу, что заболела, и поехала. Так жаль, что у нас так и не вышло вместе увидеть Иерусалим». «В другой раз», — сказал он, — «когда я вернусь, мы увидим Иерусалим». «Только не ври мне», — сказала Руфь серьезно. «Прошу тебя, не ври. Ты не вернешься, и меня больше не увидишь. Никакого вранья, пожалуйста». Митчелл ощутил себя мальчишкой. Человек взрослый знал бы, что сказать, но он уставился в стакан и чувствовал себя неуклюжим, обиженным жизнью тупицей. Видно, это было написано у него на лице, потому что Руфь рассмеялась, коснулась пальцами его губ и сказала, «Для американца у тебя слишком трагичное лицо». «Ты из какого штата?» «Вермонт», — сказал Митчелл. «В Вермонте у всех такие лица, как у тебя?» «У всех». «Я туда приеду», — сказала Руфь, допивая бокал. «Когда-нибудь после». «Я дам тебе свой адрес», — сказал Митчелл. «Конечно», — вежливо согласилась она, «обязательно запиши при случае». Они вышли во дворик ресторана и сели за столик на старых каменных плитах под пальмой. Синие лампы затемнения, тускло освещавшие мундиры и платья, и луна, плывшая над морем, бросали на танцующих качающиеся тени. Это был его последний вечер, и Митчелл заказал шампанское. Официант церемонно принял продовольственные карточки Руфи. Шнейдер с ударником играл саммартайм. Он был уверен, что это любимая вещь Митчелла. Старая мелодия, отраженная легким эхом, звучала почему-то правильно и уместно внутри тяжелых каменных стен двора на краю Синайской пустыни. — Я тебя ревную к Шнейдеру, — сказала Руфи. — Это почему? — спросил Митчелл. — А зачем он на тебя так смотрит? — Он на тебя без ума. — Приглашал на чай с его мамой? — Приглашал, — ответил Митчелл, пытаясь подавить улыбку. — Я выцарапаю ему глаза, — сказала Руфи. — Я ревную ко всем, кто на тебя так смотрит, ко всем вашим девицам в Вермонте и к тем из Красного Креста. — Тебе нечего беспокоиться, — сказал Митчелл. — Никто на меня особо не смотрит, даже Шнейдер или ты. — Знаешь, что мне в тебе больше всего нравится, — сказала Руфи. — Ты ничего не понимаешь. Мне так надоели мужчины, которые слишком много понимают. Обязательно навещу Америку после войны. — А в самом деле, куда ты поедешь? — спросил он. — Обратно в Берлин? — Нет, — ответила Руфи, задумчиво глядя в тарелку. — В Берлин я не вернусь никогда. Немцы слишком ясно выразили свое отношение ко мне. И все равно там у меня никого не осталось. Был один молодой человек. Она взяла бутылку и рассеянно налила Митчеллу и себе. Не знаю, что с ним случилось. Может, Сталинград. А может, Эль-Аламейн. Кто знает. Во двор вошли трое. И, пройдя между столиками, остановились возле Митчелла и Руфи. Двое были арабы в европейской одежде. Третий в американском мундире с нашивкой гражданского технического советника. Арабы чопорно чуть поклонились девушке, а американец сказал. — Я полагал, что ты заболела. — Знакомься, — сказала Руфь, обращаясь к Митчеллу. — Мистер Карвер, мой босс. — Привет, лейтенант, — сказал Карвер. Крупный, тучный человек с усталым, опухшим, умным лицом. Повернувшись к Руфи, он громко повторил приятным, немного пьяным голосом. — Я думал, ты болеешь. — Я болела, — весело ответила Руфь. — Но произошло чудесное исцеление. — Американская армия, — сказал Карвер, — ожидает от каждого гражданского работника выполнения своего долга. — Завтра, — сказала Руфь, — а сейчас уходите вместе со своими друзьями. У нас с лейтенантом частная беседа. Один из арабов, маленький смуглый человек с круглым лицом и подвижными глазами с поволокой, обратился к Митчеллу. — Лейтенант, моё имя Али Хазен. Позвольте мне представиться самому, поскольку никто здесь, видимо, не помнит правил хорошего тона достаточно хорошо, чтобы это сделать. — Митчелл Ганнисон. Митчелл встал со стола и протянул руку. — Прошу меня извинить, — сказал Карвер. — Я выпил лишнего. Саид Хаиф. Он показал на второго араба, человека средних лет, с суровым, красивым лицом и плотно сжатыми губами. Митчелл обменялся с ним рукопожатием. — Не любит американцев, — громко сказал Карвер. — Ведущий журналист арабского мира пишет для 35 газетах в Штатах, но американцев не любит. — О чём это вы? — вежливо поинтересовался Таиф, сдержанным жестом слегка наклонив голову. — К тому же глух, — сказал Карвер, — что бесспорно является большим плюсом для журналиста. — Почему бы вам не пойти поужинать? — спросила Руфь. — Лейтенант, — сказал Карвер, не обращая на неё внимания, — послушайте совет ветерана Ближнего Востока. Не связывайтесь с Палестиной. Он слегка пошатнулся. Люди Палестины обречены. Тысячи лет они вырубали леса, сжигали города и истребляли местное население. Когда война закончится, я вернусь в Филадельфию, штат Пенсильвания, и буду ждать дня, когда, открыв утреннюю газету, прочитаю, что вчера вечером все обитатели Палестины полностью истребили друг друга. Он низко наклонился и сосредоточенно посмотрел в лицо Руфи. — Красивая девочка, — сказал он. — Прелестное несчастное дитя. Он выпрямился. — Ганнисон, я вас предупреждаю как офицер и джентльмен. Ни один волос не должен упасть с головы этой девушки. — Со мной? — очень серьёзно ответил Митчелл. — Каждый волосок в безопасности. — Если вы не можете не пить, — резко сказала Руфь Карверу, — то почему бы вам это не делать с американцами? Почему вы гуляете с бандитами и убийцами вроде этих? Она махнула рукой в сторону арабов. Журналист улыбнулся. В неровном свете ламп его красивое лицо было холодным и довольным. — Беспристрастность, — прогудел в ответ Карвер. — Знаменитая американская беспристрастность. Вот завтра я обедаю с председателем еврейского агентства. — Таиф, — громко сказала Руфь, — я прочитала вашу последнюю статью. — А-а-а, — произнёс Таиф бесцветным, лишённых эмоций голосом. — Вам понравилось? — На вас ляжет ответственность за смерть тысяч евреев, — сказала Руфь. — Благодарю вас, — сказал он и улыбнулся. — Это моя самая заветная надежда. Он повернулся к Митчеллу. — Естественно, лейтенант, — что наша очаровательная Руфь не объективна в данном вопросе, но необходимо представить и арабскую точку зрения, — он стал говорить очень серьёзно. — Мир ослеплён достижениями евреев в Палестине. Прекрасные чистые города с водопроводом и канализацией, промышленность, там, где раньше была пустыня и так далее. — Таиф, старик, — Карвер протянул его за руку. — Пойдём перекусим, а лекцию лейтенанту ты прочитаешь как-нибудь в другой раз. — Нет уж, позвольте, — журналист вежливо отвёл руку Карвера. — Я рад возможности побеседовать с нашими американскими друзьями. Видите ли, дорогой лейтенант, вам вполне могут быть по душе фабрики и водопровод. И, наверное, с какой-то точки зрения это весьма полезные вещи. Но они не имеют никакого отношения к арабу. У араба своя собственная культура. И, простите нас, но араб предпочитает именно её. Специфически арабские ценности можно сохранить лишь примитивным образом жизни. Они умирают среди водопроводов. — Ну вот, — сказала Руфь, — мы услыхали что-то новое. Убей еврея, потому что он несёт с собой душ. Журналист снисходительно улыбнулся Руфи, как смышлённому ребёнку, и сказал. — Лично я против евреев ничего не имею. Честное слово, я не желаю зла ни одному еврею, живущему в Палестине сегодня. Но буду биться насмерть, чтобы больше ни единого не допустить в эту страну. — В Европе гибнут миллионы евреев, — резко и страстно сказала Руфь, немало удивив этим Митчелла. — Куда же вы хотите отправить тех, кто выжил? Журналист безразлично пожал плечами. — Пусть мир решает этот вопрос. Если другие страны действительно хотят, чтобы еврейский народ выжил, пусть они примут его к себе. Америка, Англия, Россия. Что-то я не заметил, чтобы эти великие державы пускали к себе большие массы евреев. — Больших масс уже нет, — сказала Руфь. — Осталась только горстка. — Пусть так, — Таиф пожал плечами. Но истина, возможно, заключается в том... Он сделал паузу, изобразив для эффекта некоторое сомнение и неуверенность. — Истина может быть как раз в том, что на самом деле мир хочет, чтобы еврейская раса вымерла. Он обернулся и тепло сказал Митчеллу. — Интересная идея, лейтенант. — Неправда? — Пожалуй, стоит хорошо ее обдумать, прежде чем продолжать беседу о Палестине. Он подошел к Руфи, наклонился и легонько поцеловал ее в лоб. — Спокойной ночи, малышка Руфь, — сказал он и направился к столику на другой стороне двора. — Если я тебя еще хоть раз увижу с этим типом, — сказала Руфь, обращаясь к арабу, который первым представился Митчеллу, — то навсегда перестану с тобой разговаривать. Тот скользнул глазами по Митчеллу и что-то сказал ей по-арабски. — Нет, — отрезала Руфь, — определенно нет. Араб слегка поклонился, протянул Митчеллу руку, пожимая ее, сказал, — «Очень приятно познакомиться, лейтенант», и удалился. — Чаепитие с танцами в старом Тель-Авиве. Можно приводить детишек. Желаю приятно провести вечер, — сказал Карвар и, шатаясь, тоже побрел к своему столику. — Руфь, — начал Митчелл, — лейтенант Ганнисон, — тихий извиняющийся голос Шнейдера прямо над его локтем, — с нетерпением жду, что вы скажете о моей звездной пыли. Митчелл медленно отвел взгляд от Руфи, сидевшей на своем стуле, напряженно выпрямив спину. — Замечательно, Шнейдер, — сказал он, — мне кажется, просто великолепно. — Вы слишком снисходительны, — сказал музыкант, сияя от удовольствия. — Я сыграю Саммер Тайм еще раз для вас. — Большое спасибо, — ответил Митчелл. Он прикрыл ладонью лежащую на столе руку Руфи. — Ты в порядке? — Конечно, — улыбнулась она ему. — Я большая поклонница отвлеченных политических дискуссий. Ее лицо вдруг стало серьезным. — Хочешь знать, о чем спросил меня Хазен по-арабски? — Нет, если ты не хочешь мне этого говорить. — Тебе я хочу сказать. Руфи рассеяно гладила его пальцы. Он спросил меня, не встречусь ли я с ним позже. Я сказала ему нет. — Это я слышал? — усмехнулся Митчелл. — Это, наверное, было слышно в Каире. — Не хочу, чтобы тебя тревожили сомнения в последний вечер, — сказала Руфи. — Я в полном порядке, — ответил Митчелл. — Я встречалась с ним четыре года. Некоторое время она молча ковыряла вилкой еду на тарелке. Я была напугана, а одинока. А Хазен вел себя очень достойно. Он выполняет подряды для американцев и англичан, и за время войны сумел сколотить большое состояние. Но когда Ромель подошел к Александрии, он и его дружки тайно отпраздновали это событие. Теперь я его не выношу, и он это знает, но не отстает. В конце концов, он доведет меня до того, что я выйду за него замуж. Я уже не такая сильная, как раньше. Руфь подняла глаза на Митчелла и попыталась улыбнуться. — Тебя это не должно шокировать, дорогой, — сказала она. — Американцам не понять, какими уставшими могут быть люди. Неожиданно она встала. — Пойдем потанцуем. Они вышли на площадку. Увидев их, Шнейдер заиграл саммертайм и нежно им улыбался, пока они танцевали. Руфь танцевала превосходно, легко и темпераментно, и Митчелл знал, что запомнит этот момент надолго. Легкое мягкое касание светлого платья, смуглое нежное лицо под его лицом, приглушенный шорох их ног под старым плитом под пальмами, нежный звук рояля. Миллион вещей теснились у него в горле, которые так хотелось ей сказать, но это было невозможно. Когда музыка закончилась, он поцеловал Руфь в щеку, она подняла на него глаза, улыбнулась и сказала — так-то лучше. И они уже смеялись, когда вернулись к своему столику. Митчелл заплатил, и они вышли на улицу, пожелав Шнейдеру доброй ночи и не обернувшись на столик, за которым сидели Карвер и Арабы. Снаружи ждал какой-то древний экипаж, возница дремал, фонари на коляске были притушены. Митчелл и Руфь залезли внутрь и сели, тесно прижавшись друг к другу. Извозчик чмокнул губами, и коляска неторопливо затарахтела в сторону города. Бриз стих, как всегда, в девять, и от Средиземного моря веяло лишь теплое соленое дыхание. Иногда мимо них со свистом американского ветра проносился джип, и после него скрип и шелест старой коляски казались еще стариннее и роднее. Они сошли в квартале от дома, где жила Руфь, потому что люди, у которых она снимала комнату, не одобряли встреч жильцов с солдатами. Миновали угол, где год назад итальянскими бомбами убило 130 человек, и свернули на ее улицу. Во всех домах окна были затемнены, лишь на третьем этаже вдоль окна квартиры, где жила Руфь, горела узкая полоска. Они остановились. «Хозяйка не спит», — сказала Руфь. «Она что, никогда не спит?» — раздраженно спросил Митчелл. Руфь захихикала и поцеловала его. «Не может же она совсем не ложиться», — сказала она. «Пройдемся немного, а когда вернемся, она уже будет спать». Митчелл взял ее под руку, и они медленно пошли в сторону моря, спустились по ступеням на пляж. Руфь сбросила туфли и пошла босиком по песку у края воды. «Средиземное море», — сказала она. «Ненавижу Средиземное море». «Чем оно тебе не нравится?» Митчелл любовался серебристой лунной дорожкой. «Я провела на нем больше месяца», — ответила Руфь. «В трюме парохода, который до этого возил цемент. Наверное, я не должна рассказывать тебе такое. Ты у нас утомленный молодой человек, присланный отдохнуть и развлечься, чтобы потом вернуться и хорошо воевать». «Расскажи мне все, что хотела рассказать. Я буду воевать как следует». «И о Берлине тебе тоже рассказать?» Голос Руфи вдруг стал жестким и холодным, и каким-то немного насмешливым, совсем другим, чем тот, который он слышал всю неделю их знакомства. Встреча с журналистом пробудила в ней что-то такое, чего он раньше не замечал, и Митчелл подумал, что до отъезда должен узнать ее и с этой стороны. «Расскажи о Берлине», — сказал он. «Я работала в газете», — начала она, погружая пальцы ног в песок, «и была влюблена в молодого человека, писавшего колонку экономики. И он меня любил». «Экономики?» — удивился Митчелл. «Биржа?» — научные предсказания, а потом объяснение, почему они не сбылись. «А-а-а-а», — протянул Митчелл, пытаясь представить себе человека, делавшего биржевые предсказания в Берлине в 34-м году. «Он был очень веселый», — продолжала Руфь. «Молодой, но элегантный. Носил клетчатые жилеты и монокль. И просаживал деньги на бегах. Звали его Иоахим. Он водил меня на скачки и по ресторанам. А мама сходила с ума. Если бы они узнали, что еврейка встречается с арийцем, то приговорили бы меня к смерти за порчу чистой германской крови. Его тоже отправили бы в концлагерь. Но он ни капли не беспокоился, смеялся. Главное — не показывать, что ты боишься. И нас ни о чем не спрашивали. И я перебывала во всех ночных клубах Берлина. Отца забрали в концлагерь. И мы поняли, что нужно уезжать. Иоахим собрал все деньги, что мог, и отдал мне. И я уехала в Вену. Я должна была, если смогу, добраться до Палестины и вызвать мать. И отца тоже, если его выпустят. В Вене был офис, куда набились беглецы со всей Германии. Мы собрали деньги на транспорт и на взятки. Наконец нашелся греческий пароход, который должен был подобрать нас в Генуи. Грек соглашался лишь на оплату вперед. И мы дали ему 75 тысяч долларов наличными. Каким-то образом, за деньги, конечно, уговорили власти Австрии и Италии прикрыть глаза. И всех нас, 800 человек, загрузили в товарные вагоны и заперли. Дорога заняла 8 дней. А когда мы прибыли в Генуи, парохода там не оказалось. Грек забрал 75 тысяч долларов и исчез. Тогда итальянцы отправили нас обратно в Вену. Шесть человек не могли этого вынести и покончили с собой. А мы начали все сначала. Митчелл смотрел на темную линию моря, где вдали оно сливалось с багровым небом. Он пытался представить, что его сестру и мать заперли в товарные вагоны и потом 8 дней везли, скажем, в Ковебек, ждать контрабандного парохода в чужую страну. Мать – высокую седую женщину, спокойную и милую, и сестру – красивую, самоуверенную девчонку. – Пошли, – сказала Руфь, – если она еще не спит, мы ее пристрелим. От белеющей пены прибоя они пошли, держась за руки через вязкий песок пляжа в сторону черной массы городских домов. – Что ж, – сказал Митчелл, – я хочу дослушать все до конца. – Не хочешь, – ответила Руфь, – и прости меня за то, что я тебе рассказала. – Это слишком тоскливо? – Я хочу знать, – упрямо сказал Митчелл. Всю неделю Руфь держалась легко и весело, смеялась и шутила, помогая ему иногда не думать о входящих в пике самолетах, о товарищах, умирающих в своей леденеющей крови среди рваных проводов и изломанного металла. Но сейчас он чувствовал, что должен ради Руфи и себя самого принять на себя часть ее мук и боли. Сегодня вечером она вдруг стала ему ужасно дорога, и он теперь был в ответе за нее, как никогда ни за кого не был в ответе. – Говори, – сказал он. Руфь пожала плечами. В Вене мы два месяца прятались и перебегали с места на место, однако опять собрали деньги и нашли очередного грека. Этот оказался честным, насколько можно было быть честным с евреями. На этот раз мы добрались до Генуи всего за пять дней. Ночью погрузились на пароход, построенный в салонниках пятьдесят лет назад. Над нами задраили люки, и на рассвете мы вышли в море. На краю пляжа Руфь оперлась на плечо Митчелла и надела туфли. Невозможно представить, что такое грязь, пока тебя не забрут на месяц семьюстами людьми в трюме старого парохода. Люди умирали каждый день, и капитан разрешил Равину и еще троим подниматься на палубу ночью, чтобы прочитать молитву и выбросить тела за борт. Ели мы только галеты и тушенку, и везде завелись черви, даже в питьевой воде, и все покрылись язвами по всему телу. Старики так ослабли, что не могли двигаться. Целый день плакали дети и кричали родные умерших. А запах тому, кто не был на этом пароходе, не описать, какой там стоял смрад в разгар средиземноморского лета, с полуживой вентиляцией. Они сошли с променада и медленно поднимались по склону к центру города, мимо белых домов с садами, фонтанами и обращенными к морю балконами. «Нас должны были выпустить в Турции», продолжала Руфь ровным, почти лишенным эмоций голосом. Но что-то не сработало. Мы снова вышли в море и пошли в Палестину, несмотря на то, что англичане поставили патрули по всему побережью. Больше идти было некуда. От голода у людей начинались галлюцинации, матросы продавали бутерброд или лимон по 20 долларов, а тарелку супа – за золотой подсвечник. Они свернули на ее улицу и посмотрели вверх на окно, как раз когда узкая полоска света из-под затемнения вдруг погасла. Они прислонились к каменной ограде перед белым домом с кактусами и фиговым деревом в палисаднике. «Мы пробыли на пароходе 35 дней», – сказала Руфь, «и ночью подошли к берегу где-то в районе Хайфа. Может быть, кого-то удалось подкупить или просто повезло, но нас уже ждали люди в лодках, и через 8 часов все были на берегу. По счастью, ночь была темной и не было патрулей. Нас посадили в машины, привезли в маленький городок недалеко от Хайфа и завели в кинотеатр. Велели сидеть беззвучно. Везде ходили английские патрули. Со взрослыми проблем не было, но с детьми было ужасно трудно, и чтобы спасти остальных, один дядя серьезно предложил задушить маленькую девочку, которая все время плакала. Мы там присидели неделю, перешептываясь и шурша, как тысяча мышей в чулане. Каждую ночь подъезжали машины и увозили несколько человек в какой-нибудь дальний кибуц. Наконец настала моя очередь, и я пробыла в кибуце два года. Я работала на полях и обучала детей читать и писать по-немецки. Через два года англичане выдавали документы, если ты сумел не попасться им до этого. Я получила бумаги и начала работать на консервной фабрике под Тель-Авивом. Иоахим писал мне из Берлина. И мама тоже. После моего отъезда они подружились, он приносил ей еду, а в пятницу вечером приходил и смотрел, как она зажигает свечи. Он помог маме выбраться из Германии. Руфь смотрела вверх на окно своего дома, теперь спокойная и темная. Мама уплыла на португальском пароходе. Я узнала о его приходе и была в порту Хайфы, когда он пришел. Но англичане не дали ему пришвартоваться, и через шесть дней вынудили уйти. На берегу стояли тысячи людей, родные и друзья тех, кто был на борту. И когда пароход развернулся и стал уходить за волнорез, эти люди закричали, и такого страшного звука я не слышала никогда. Но судно из гавани так и не вышло. Руфь замолчала, облизала губы и продолжила обыденным тоном. На борту произошел взрыв. Сначала мы увидели столб черного грязного дыма, намного позже долетел гул. Потом вырвался огонь, и судно стало тонуть. Все хватали лодки и все, что может плавать, и бросились к пароходу, а кто не мог ничего найти, прыгали в воду прямо в одежде и плыли туда. Мама и еще 500 человек с корабля утонули. 700 спасли, и англичанам пришлось разрешить им остаться. Люди, подложившую бомбу, так и рассчитывали. Кто-то погибнет, но большинство спасется. А если пароход вернется в Европу, то убьют всех. Конечно, у них что-то не сложилось. Они не ожидали пожара и думали, что пароход будет тонуть медленно, и погибнет только несколько человек. Но даже и так это была довольно выгодная сделка. Руфь спокойно зажгла сигарету и подержала зажигалку для Митчелла. Маму вынесла на берег через неделю, и хотя бы ее могила здесь, в Палестине. Я не смогла сообщить отцу о ее смерти, и писала ему в лагерь письма якобы от мамы. У меня было много ее писем, и я научилась хорошо подделывать ее почерк. Я все еще посылаю ему через красный крест записки, будто написанные мамой, и если он еще жив, то думает, что она живет на ферме возле реховода. Руфь глубоко затянулась, и огонь сигареты осветил ее лицо. Митчелл смотрел на нее и в который раз думал, что это правильно и в то же время ужасно, что люди так тщательно скрывают свои шрамы. Что вот Руфь стоит здесь со всем, что она пережила, и со своей помадой и пышной, красиво уложенной прической в легком платье, внешне выглядит так же, как любая из тысячи девушек, которую можно встретить на танцах в Америке. — Ладно, — сказала Руфь, отбрасывая сигарету, — она уже спит, пойдем. Она улыбнулась Митчеллу, взяла его за руку, и они тихо поднялись с темными коридорами до ее квартиры. Она бесшумно открыла дверь и, приложив палец к губам, жестом позвала его войти. Когда они вошли в ее комнату и заперли за собой дверь, она захихикала, как ребенок, который перехитрил всех взрослых. Потом жадно поцеловала его в темноте и прошептала «Митчелл, Митчелл!» с такой нежностью, что собственное имя показалось ему словом незнакомого языка. Он крепко прижал ее к себе, но она высвободилась, зажгла свет, подошла к стоящему в углу комоду и стала рыться под шарфами. — У меня кое-что для тебя есть, — сказала она. — Садись и жди, как воспитанный мальчик. Митчелл присел на низенькую кушетку, щурясь от света. Комната была небольшая, побеленная и очень чистая. На стене над кроватью висел большой египетский платок, красный с темно-зеленым. А на туалетном столике стояли три фотографии. Митчелл рассмотрел снимки. Полная улыбающаяся женщина, мать Руфи. На двух других фото были мужчины. Один похожий на Руфи, очевидно, ее отец. Умное, веселое, немного болезненное лицо с глазами ребенка. Другой молодой человек в клетчатом жилете, изящный, смеющийся и важный собой, с моноклем в глазу, походил на шарш немецкого генерала или английского киноактера. Вот. Руфь подошла к нему и села рядом. У нее в руке был мягкий замшевый мешочек, в котором что-то звякнуло, когда она вложила мешочек в его руку. «Возьмешь это с собой». Митчелл неторопливо открыл мешочек. Тяжелая серебряная медаль на цепочке, тускло блеснув в свете лампы, выпала ему на руку. Руфь нетерпеливо заглядывала ему в глаза, пытаясь понять, понравился ли подарок. Митчелл перевернул медаль. Это был святой Христофор, старый и необычный. Святой был неуклюжий, угловатый и дремучий, сделанный с глубоким религиозным чувством, любовью и мастерством. «Это для путешественников», – торопливо сказала Руфь. «Я подумала, для штурмана это может быть очень... довольно полезно». Она неуверенно улыбалась. «Конечно, это не моя религия, но, думаю, она тебе вреда не принесет. За этим я ездила в Иерусалим. Что-то такое, как это, святое, может быть более действенным, если оно из Иерусалима, как ты думаешь?» «Конечно», – согласился Митчелл, – «обязательно должно быть. Будешь носить?» Руфь быстро и смущенно глянула на Митчелла, который сидел, держа цепочку с медалью на весу. «Круглый год», – ответил он, – «днем и ночью, в каждый вылет, в каждую поездку на джипе». «Можно я ее на тебя надену?» Митчелл расстегнул ворот рубашки и протянул медаль Руфи. Она встала, он наклонил голову, и она надела на него медаль. Потом нагнулась и поцеловала в шею сзади, где цепочка касалась тела. Она шагнула назад. «Так», – сказала она, – «теперь хорошо». Руфь подошла к лампе. «Нам это больше не нужно». Она погасила свет и распахнула шторы. Легкий соленый ветер вдохнул в комнату запах садов. Руфь смотрела в окно. Митчелл подошел к ней, встал за спиной и легко обнял. Он смотрел на залитый луной город, ощущая на груди непривычный холодок медали. Митчелл хотел сказать Руфи, что всегда будет помнить ее, и все, что с ней было, утонувшую мать арестованного отца, ее первого возлюбленного, который не боялся пить с ней шампанское в нацистских кафе, хотел сказать, что будет помнить и греков, и трюм старого парохода, и умирающих людей, отдавших золотой подсвечник за тарелку супа, что, пролетая над Германией или встречая первый снег в Вермонте, он будет помнить лодку, ткнувшуюся носом в песок ночью под хайфой, и неделю в кинотеатре с английскими патрулями снаружи. Он хотел сказать ей, что не смертельная опасность, не стойкость и мужество не будут забыты, но не знал, как это сказать. И еще он не хотел себя обманывать, узнал, что помнить будет трудно, что дома в Вермонте, если ему суждено вернуться, все постепенно начнет стираться из памяти и становиться нереальным, как истории из детских книг, прочитанные много лет назад и теперь почти забыты. Он крепче обнял ее, но не сказал ничего. — Вот и он, — спокойно сказала Руфь, — видишь, возле дома с калиткой. Митчелл посмотрел через ее плечо. Внизу на улице, метрах в тридцати от входа в их дом, темнела низкая фигура, почти утонувшая в тени. — Али Хазен, — пояснила Руфь, — приходит и стоит под моим окном. Она вздохнула. — Наверное, когда-нибудь он меня убьет. Она отвернулась от окна и посмотрела на него очень серьезно. — А теперь лейтенант. Она обняла его, поцеловала в щеку и коротко рассмеялась. — Расскажите мне про Вермонт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова — А.Кулакова — А.Кулакова — А.Кулакова